В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Депутаты обсудили изменения в положении о звании почётный гражданин города и исполнении бюджета за первое полугодие этого года. Лес рубит, щепки летят, история с вырубкой деревьев под расширение улицы Харитона получила продолжение. Спортивное многоборье в нашем городе прошли соревнования по летнему палеотлону. Далее расскажем обо всём подробно. На совместном заседании Комитетов Думы депутаты обсудили изменения в положении о звании почётный гражданин города, исполнение бюджета за первое полугодие этого года, установление и введение в действие земельного налога. Также народные избранники заслушали отчёты о деятельности администрации и главы города за прошлый год. Один из пунктов отчёта администрации касался социально-экономического развития города. Увеличивается объём вводимого жилья, снижается численность нуждающихся в улучшении жилищных условий, вырос на полтора миллиарда рублей оборот розничной торговли, выросли средняя заработная плата, сейчас она составляет около 50 тысяч рублей, и средний размер пенсии – более 16 тысяч рублей. Общая численность населения – чуть менее 95,5 тысяч человек. При этом по населению у нас наблюдается устойчивый рост, не благодаря естественным причинам, а благодаря биграции. Но из не очень хороших вещей – это то, что снижается численность занятых в экономике, то есть это означает, что доля активного населения экономического, она немножко снижается. В среднем на полторы тысячи рублей увеличилась зарплата в муниципальном секторе экономики при сокращении численности работающих, выросла прибыль предприятий и объём реализации продукции. По среднедушевым доходам Саров – один из лидеров Нижегородской области. Что касается официально регистрируемой безработицы, ситуация стабильная. Количество вакансий у нас существенное, но оно понятно, что здесь стоит спрос в основном на неквалифицированную рабочую силу. И мы решаем вопрос с нами неквалифицированной рабочей силы из близлежащих районов Ордатов, Вознесенская, Тельников, Первомайск. Также на заседании комитета речь шла о согласовании размера платы за содержание жилого помещения. Этот пункт повестки уже неоднократно обсуждался, и проект решения был отклонён депутатами. Вопрос о повышении тарифов несколькими годами ранее решался на выездных заседаниях, когда Центр ЖКХ подробно разъяснял, куда пойдут вырученные деньги. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. После реконструкции дорога по улице Академика Харитона стала одной из самых оживлённых автомобильных трасс в городе. Участок от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с проспектом Октябрьским расширялся до четырёх полос в сторону лужной базы. Вырубка деревьев началась летом 2017 года. Спустя практически два года стали выясняться обстоятельства, при которых проходили подготовительные работы под расширение дорожного полотна. Дорогу на улице Академика Харитона расширяли в сторону леса, и перед началом реконструкции необходимо было подготовить территорию и вырубить часть деревьев и кустарников. В июне 2017 года администрации и генеральный подрядчик заключили муниципальный контракт по реконструкции улицы Академика Харитона, в том числе и по вырубке деревьев на этом участке. Компания Андрея Гришина стала субподрядчиком у третьей организации. Объём заключенной в договоре составлял площадь 0,7 гектара и вырубку 624,6 куба древесины и 400 метров кубических порубочных остатков. К договору прилагалась схема расположения лесных насаждений, характеристика и объём древесины, подлежащий заготовке, расчёт платы по договору купли-продажи и акт приёма-передачи. На выполнение всех работ субподрядчику потребовалось чуть больше месяца. После чего события приняли неожиданный оборот. Тревожный звонок для Андрея Гришина прозвучал, когда на полигоне ТБО сообщили о том, что норма порубочного остатка по договору уже превышена, и вывозить по ней корни и ветви деревьев на городскую свалку уже нельзя. Так как у нас в договоре указано, что вырубка производится совместно с вывозом одновременно, здесь на территории улицы Академики Харитона стали собираться большие кучи с порубочными остатками. О ситуации Андрей Гришин сообщил в администрацию. На место вырубки выехали представители Управления капитального строительства. Руководитель компании субподрядчика сообщил, что все нормы по площади вырубки и объёму древесины выполнены. На что Андрею Гришину поступило неожиданное устное предложение. Продолжать дальше производить работу, потому что в ложный срок мы не уложимся, чтобы сдать объект вовремя. На что я спросил разрешительные документы. Мне сказали, что всё в порядке, что продолжай работу, задерживайся вечери и выходи в выходные дни. Поверив чиновникам на слово, Андрей Гришин продолжил вырубать деревья под расширение дороги, после чего зашла речь о территории под парковку. В проекте расширение дороги обозначена территория с асфальтобетонным покрытием и бордюрами, напоминающая стоянку автомобилей. Но обозначена она в лесу, совсем не там, где расположена сейчас. А в схеме, приложенной к договору купли-продажи лесных насаждений, парковки и вовсе нет. На деле местоположение стоянки менялось несколько раз. В первоначальном варианте под её территорию попадала даже лыжероллерная трасса. Без нормативных документов, без разрешительных документаций, вдоль дороги отметили краской периметр, который надо было вырубить. Я совершил рубку древесины под их чутким надзором. Не было в схеме расположения лесных насаждений и территории лесопарковой зоны напротив музыкальной и художественной школ. Её Андрей вырубил также, положившись на обещание должностных лиц. Я задал вопрос руководству, почему улица Победы, детский лесопарк, никак не указан в схеме расположения лесных насаждений. Мне сказали, что не переживай, все документы имеются. Я совершил рубку на длину 22 метра, то есть, как и здесь, от поребрика существующие дороги. По итогу цифры, указанные на бумаге и объёмы работ, выполненные субподрядчиком по факту, отличались в разы. Напомним, что по договору это 0,7 гектаров лесных насаждений, 624 кубических метров древесины и 400 порубочных остатков. Если даже замерить по прямой, длину дороги, которая входила в реконструкцию, составляла 850 метров длины и 22 метра ширины, что получается 1,87 гектара. Это не считая стоянки, вырубленной по 37 автомобилей мест. По словам Андрея Гришина, никаких обещанных документов, а соответственно и денег за работу сверх заключённого первоначально договора он не получил. Сейчас в ситуации разбираются полиция, следственные органы и прокуратура. Мы направили официальные запросы в администрацию города и лесопарковое хозяйство. В ответе на вопрос, соответствовал ли результат выполненных по договору работ первоначальной схеме вырубки, чиновники ссылаются на проектную документацию. В ней указано, что площадь вырубки 15202 квадратных метра, что составляет чуть больше полутора гектаров. Эта цифра тоже имеет мало общего с реальностью. Администрация с нашей фирмой не выходила ни на переговоры, ни на какие-то дополнительные условия, чтобы как-то закрыть свой долг перед нашей фирмой. Фирма у нас обанкротилась. Цифры разнятся, данные на бумаге не соответствуют реальным показателям выполненных работ. В документах по расширению улицы Харитона слишком много несоответствия. Чтобы восстановить справедливость, Андрей Гришин обратился в прокуратуру и следственный комитет. На основании проведенных проверок было установлено, что лесным насаждением был причинен крупный ущерб. Следователи возбудили уголовное дело по статье 260 «Незаконная вырубка лесных насаждений». А по факту превышения полномочий должностным лицом возбуждено уголовное дело по статье 286. В день выпускного балла всем продовольственным магазинам рекомендуется прекратить розничную продажу алкоголя. Ограничение будет действовать 28 июня с 6 до 10 вечера. Эти меры призваны сократить количество правонарушений, а также значительно облегчить работу коммунальных служб по уборке города после праздника. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В этом году медаль «За особые успехи в учении» получит 41 выпускник. Награды ребятам вручат на торжественном приеме в актовом зале здания городской администрации 28 июня. Как сообщили в департаменте образования, большая часть медалистов – это выпускники 2-й гимназии, а также 3-го и 15-го лицеев. На 4-м месте по количеству круглых отличников школа номер 17. Все медалисты этого года достойно прошли государственную итоговую аттестацию. 7 ребят написали ЕГЭ на 100 баллов. 27 июня в Серафимодивеевском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий торжественно осветит икону преподобного Серафима Саровского. Для храма во имя святых царственных состотерпцев. Для саровчан, желающих посетить богослужение, будет организован проезд до монастыря и обратно. Автобус отправится от нового храма на улице Менделеева 27 июня в 6 часов утра. В Молодежном библиотечно-информационном центре открылись две новые художественные выставки. Одна из них – экспозиция вышитых копий икон. Их выполнила известная саровская мастерица Елена Блохина. Автор второй экспозиции – Николай Мачалин, только недавно начал свой творческий путь. Центральная тема его работ – жизнь животных. Подробности далее. Первая выставка названа «Опора для моей души». Здесь представлены вышитые гладью копии икон. Автор экспозиции, известная в мастеровых кругах Сарова Елена Блохина, занимается вышивкой уже давно. Неоднократно ее работы выставлялись на различных площадках, в том числе и в Молодежном библиотечно-информационном центре. Вот такой тематики у нас еще не было. И то, что эти работы выполнены с большим мастерством, и то, что они просто наглядно свидетельствуют о ее высоком художественном вкусе, это, конечно, видно невооруженным глазом. Среди работ Елены Блохиной копии икон «Спас нерукотворный», «Троица», «Казанская божья матерь», изображения архангела Гавриила, Ильи Пророка и Серафима Саровского. Она это делает профессионально и с большой-большой душой. И сама она даже сама говорит, что я всю душу вкладываю в эти работы. Соседствует с вышитыми копиями икон другая выставка. Ее автор Николай Мачалин предпочитает работать в анималистическом жанре. Эта экспозиция больше адресована детям. В данной выставке именно изображены животные-дети. То есть вот родители, дети, такие очень трогательные ситуации изображены. И вот сами такие картины, прям вот такие мимимишные, которые будут интересны именно детишкам. Обе выставки будут открыты до конца лета. Посетить их можно в часы работы Молодежного библиотечно-информационного центра. Без возрастных ограничений. Стрельба, плавание, метание гранаты, бег на длинные и короткие дистанции. В нашем городе прошли соревнования по палеотлону. Этот спортивный комплекс многоборья подойдет для спортсменов вне зависимости от их возраста и уровня подготовки. Главная цель палеотлона – развитие силы и выносливости. Он полезен всем, кто ведет активный образ жизни, а также тем, кто желает попробовать себя сразу в нескольких видах спорта. Дисциплина палеотлон выросла из советского комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы повысить интерес к освоению сразу нескольких направлений и подготовить к участию в сдаче нормативов ГТО, придумали отдельный вид спорта. Палеотлон подразделяется на зимний и летний. Последний включает в себя стрельбу, плавание, метание гранаты, бег на короткие и длинные дистанции. Участница соревнований Мария Долина занималась гимнастикой и легкой атлетикой. По мнению спортсменки, палеотлон – это отличная возможность преодолеть себя. Главное не победа, а участие. Не каждый участник может завоевать медаль или какое-то место призовое. Здесь главное – перебороть себя. Палеотлон развивает силу и выносливость. Желание усовершенствовать эти качества появляется у спортсменов в любом возрасте. Будь то опытный участник различных соревнований или тот, чьи золотые медали и победы еще впереди. Для привлечения в этот спорт у федерации есть все – база и время для тренировок. Нет только наставника, который воспитает чемпионов из начинающих спортсменов. У нас нет тренера, и поэтому детям заниматься неинтересно. Здесь у нас в городе много спортсменов, которые тренируясь самостоятельно, выходят на крупный уровень. А если бы был тренер, то у нас вообще тут были бы, знаете, какие результаты. Победители городских соревнований по палеотлону отправятся в Нижний Новгород на региональный этап. Лучшие спортсмены области получат право участвовать во всероссийских состязаниях. Ребята из спортивного отряда летнего профильного клуба молодежного центра приняли участие в соревнованиях «Веселые старты». Истафеты и конкурсы прошли в рамках новой программы детского отдыха «Летние дачи», которая начала свою работу на базе учреждений дополнительного образования в этом году. Школьники соревновались в скорости, выносливости и меткости. О том, кто стал победителем «Веселых стартов», расскажем в следующем репортаже. Участникам «Веселых стартов» предстояло преодолеть весьма непростые испытания, пронести теннисный мяч на ракетке, пробежать змейкой с большим футбольным мячом, прыгнуть через скакалку, не задев кегли. Больше всего ребятам запомнилась эстафета башня. Надо было бегать из деталей и делать пирамиду. В «Веселых стартах» приняло участие две команды – спортивный отряд молодежного центра «Спартак» и команда «Дека» досуговой площадки «Летняя дача». Именно они заняли первое место. Мы очень рады, потому что мы старались, все молодцы, все супер, мы очень рады. Я считаю, что победу мы заслужили. «Веселые старты» для ребят летнего лагеря проводятся еженедельно. Каждый раз организаторы стараются удивить участников интересной конкурсной программой и спортивными заданиями. Это мероприятие – одно из многих мероприятий, которые помогают ребятам хорошо провести каникулы, весело, с пользой, и для здоровья, и для хорошего настроения, и для того, чтобы каникулы были настоящими каникулами. Все спортсмены «Веселые эстафеты» получили памятные подарки, ручки и блокноты. Все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.